Это очень жесткая женщина, она очень жесткий тренер, что она берет вот девчонок и вот собственно их прям вот дрессирует. Сами просят, чтобы их немножечко там хип-хоп как появился в твоей жизни. Мы танцуем все, что мы знаем. Мила, ты когда денег начала зарабатывать? Меня скукожило, когда людям озвучивали цены, что это будет стоить денег. Откуда деньги? У меня муж миллионер, в большом спросе не обходится без скандалов и интриг. На меня было совершено покушение, на меня напало трое мужчин. Хорошо знаешь, что такое добывать хлеб, строить баррикады. Вообще, когда происходит война, я поняла, что люди звереют. Была замуж. Господи не дай бог, это опять повторится в моей жизни. Сумасшедшая мама. Приходишь там, допустим, минут через тридцать, Аня сидит также за этим столом, переноска пустая, ребенка нет. Ты влюблена сегодня? Мне очень хорошо сейчас и комфортно одной. А чем занимается вот баба Мила? В смысле, я бабулька. Может, стоит завязать? Так, Оля, возьми себя в руки, пожалуйста. Святая святых. Я так понимаю, это что? Это тренерская или это нет. Это офис, о котором я очень долго мечтала. И когда мы сюда переехали, я специально изначально просила, если будет возможность, обязательно выделить с ними каких-нибудь несколько квадратных метров для того, чтобы я могла сделать именно отдельный офис для себя. Ну, чтобы уединиться, посидеть, подумать, попить кофе или, возможно, встретить гостей. Вот. По итогу это все равно проходной двор. Сюда все равно бегают тренеры. Они бегают попить кофе, поболтать, обсудить. Но я это место очень сильно люблю, да. И здесь провожу огромное количество времени. То есть здесь намолено, так сказать. Вот диван, если ты когда-нибудь, правда, захочешь действительно по-настоящему вот выспаться, я не знаю. Я уже даже грешным делом не о том подумала, Мила. Я думаю, что ты наконец-то захочешь испытать истинное удовольствие. Я тебе клянусь, он волшебный. Я на нем проваливаюсь, отдыхаю, и на нем спится всем. У меня даже есть подружки, скажу честно, которые мимоходом, если идут или у них какие-то паузы между делами в центре города, бывали такие сучки, когда звонят, говорят, Милок, можно мы к тебе зайдем? Да, конечно. И заходят, говорят, я поспать. Я так устала, я поспать. И у нас, кстати, все к этому привыкли. У нас было так в прошлом офисе. Там, правда, был другой диван, и этот диван был специально сделан для этого. Вот. Но почему-то магия диванов у меня в офисах работает. Я не знаю, возможно, что это связано со мной. Но я себя так, по крайней мере, утешаю. Ну а почему нет? Потому что у меня такая энергетика, что здесь хорошо спится. Людмила Редина. Основатель, президент и главный тренер танцевально-спортивного клуба «Эсданс». Кандидат в мастера спорта по фитнес-аэробике. Международный судья «Хип-хоп Интернешнл». Коллективы, возглавляемые Людмилой Рединой, многократные призеры соревнований российского и европейского уровня. Воспитывает сына. Мил, ты развелась в Таджикистане, в столице. В 92-м году там начинается гражданская война, и вы с семьей... Раньше. Раньше даже, да? И вы с семьей переезжаете в Пензу. В каком-то интервью ты говоришь о том, что хорошо знаешь, что такое добывать хлеб, строить баррикады, вот спустя годы. Это как-то растворилось в памяти или такое не забывается? Ты знаешь, вообще все, что было со мной до приезда в Пензу, иногда я себя ловлю на мысль, что как будто бы это было с другим человеком. Это не то, что стерлось. Этот опыт невозможно забыть, потому что он как-то въедается в тебя саму. Это особенно заметно, знаешь, какие-то сложные ситуации. Например, когда случилась, когда началась пандемия, первое, о чем я подумала, что, господи, не дай бог, это опять повторится в моей жизни. Я про голод. Про невозможность зарабатывать денег, про невозможность покупать продукты. И вот здесь я поймалась на мысли, до какой степени было сложно моей маме. До этого я не осознавала. А уже когда ты сама мама, и у тебя есть ребенок, и он несовершеннолетний, и вся ответственность за него лежит на твоих плечах, вот тут приходит вот это вот окончательное какое-то понимание той ситуации. И вот второй раз, когда случилось, собственно, 24 февраля, у меня не было паники. Я просто подумала, ну не может же быть, чтобы у одного человека могло быть это дважды. Причем похоже же, по сути. На тебя, как на ребенка, что больше всего произвело впечатление вот из-за того времени? Что было, не знаю, страшнее всего? Удивительный момент, тоже это я поняла, наверное, уже будучи мамой. Что дети, они воспринимают немножечко любую ситуацию, даже войну через совершенно другую призму. То есть, с одной стороны, ты понимаешь всю жуть происходящего, понимаешь всю опасность, включаются все функции защиты у организма, у тебя, как у ребенка. Но при этом вот это детское, ты видишь даже в этом некую такую, знаешь, это страшно назвать, но это схоже с чем-то, с какой-то такой а-ля своей романтикой, знаешь, когда тебе так интересно выгнать из окна в момент, когда идет обстрел. Тебе страшно, у тебя бабочки в животе, тебе говорят лежать, а ты хочешь высунуться, потому что интересно. То же самое с танками и с БТРами, когда они вдруг где-нибудь останавливаются около тебя, вот это вот детское, подбежать, там дядя, дико солдат, а можно там вот подняться наверх. Это вот, видимо, потому что ребенок все равно до конца не осознает. И вроде бы страшно, но безумно интересно заглянуть туда, как же это все-таки выглядит прям непосредственно внутри. И мы вот втихую убегали, втихую строили вот эти вот баррикады. Нас найдут, отругают, орут. И я помню вот этот страх мамы в глазах, то, что я тебя потеряла, где ты была. И вот это сочетание несочетаемого, знаешь, это очень странно и страшно. Страшно то, что ты начинаешь до конца понимать весь этот ужас, только уже будучи взрослым человеком, когда у тебя есть собственный ребенок. Ну, у нас были периоды, когда действительно не было хлеба. Хлеб завозился в определенном количестве, потому что хлебозавод не мог работать в полном режиме. Он выходил там, допустим, один-два раза в неделю. Они делали какое-то количество хлеба, завозили его. Я помню вот эти перестрелки в очередях. Ну, как стоит перестрелки? Ну, стоит очередь из людей, и с каждой стороны стоят ребята-автомачки. Когда начинается вот этот вот дебош, люди понимают, что хлеб заканчивается, начинает вот эта давка, толкучка в очереди, чтобы успокоить. Конечно, они били в воздух, но это я помню. Я помню, как быстренько прибегали, и говорили, что, допустим, завезли, магазин открылся, сейчас завезли там образно консервы, и все мчались. Ну, это было в таком минимальном количестве, и это не был какой-то ассортимент. Нет, это были какие-то штучные истории. Это впоследствии, когда там улучшалась ситуация, что-то появлялось, ухудшалось прям совсем, все становилось плохо. Ну, и плюс, в любом случае, это еще и вопрос работы у многих. Работа вставала по причине того, что просто невозможно было работать, потому что стоял дебош. Люди творили страшные вещи. Вообще, когда происходит война, я поняла, что люди звереют. И вчерашний друг твой может резко переобуться и стать тебе врагом, и сказать, ты русская? В Россию пошла? Это наша земля. Все же начиналось с бальных танцев. Ими ты занималась еще, будучи малышкой в Душанбе, потом ты приезжаешь в Пензу, продолжаешь занятия, а в 18 лет эта история заканчивается. Совершенно верно. Почему? Да все очень просто. Ты, Вадя, прекрасный момент, как танцор, как спортсмен, понимаешь, что все, будущего у тебя здесь уже, в принципе, быть не может. Но дело в том, что, когда я переехала в Пензу, давайте понимать, что для любого бальника, ну, как это принято, да, говорить, самое важное, это все-таки работа в паре, это соревнования, выезды и, соответственно, рост. А я переехала сюда в 13,5 лет, а мама меня воспитывала одна. Это, на секундочку, 90-е, не самое лучшее время в нашей стране. Тяжелое в финансовом плане. Бальные танцы, это тоже ни для кого не секрет. Очень дорого. Очень дорого, да. Плюс я девочкой была рослой. Ну, чтобы ты понимала, я приехала, ну, чуть-чуть ниже, чем сейчас. То есть у меня был уже тогда рост примерно метр семьдесят. Плюс каблуки, которые обязательный элемент в костюме любого танцора. Вот. И вечная, вечная проблема у всех бальников – это кто? Партнер. Партнеров не было. Плюс девочка приезжая. Мама не может устроиться на работу. И меня взяли, да, в коллектив. Но вот здесь моя карьера, ту, которую я ждала, с мыслью, о которой я росла вообще все свое детство, она у меня здесь, в принципе, вот как личника закончилась. И чтобы вообще как-то существовать, и я не могла отказаться от сцены, меня взяли в ансамбль. То есть я в янтаре танцевала. И до восемнадцатого лет я танцевала, и там наступил такой момент, когда весь состав начал уже все. Расходиться, заканчивать, кто поступил в институты, кто начал работать и так далее, и тому подобное. И получается, что у меня, ну, смысла вообще не было никакого там оставаться. Вот и все. Ты далее поступаешь в институт? Первый год в институт не поступил. Вот. И чтобы его не тратить зря, мне мама сказала, ну, давай пойдем хотя бы где-то ты годочек поучишься, потому что лишних знаний не бывает. Вот. И я поступила в бухгалтерскую школе при Госкомстате Российской Федерации. Да. И первое мое образование это бухгалтерское промышленное предприятие. И через год я получила диплом и стал вопрос, куда поступать дальше. И уже вот тут был второй заход института. Я, конечно, мечтала поступить на очку. На очное отделение. Да, я мечтала какой-то студенческой, по всем рассказам, смущающей жизни. Да, и так далее. Но мама мне сказала, давай ты не будешь мучиться, мы тебя просто, чтобы ты вот эти, опять, секруяды не проходила. Я же, говорит, прекрасно понимаю, что с таким конкурсом, а в то время, это был, 98-99 год, там было, по-моему, по 15 человек на место. Конкурс был дикий. Вот. И мама говорит, давай ты не будешь мучиться, иди на заводчику, и я тебя страхую, уж если что, как-нибудь платное отделение вытянем. Танцы вернулись в твою жизнь. Ты была еще студенткой, или же уже после окончания ты начала думать об этом? Да, я была студенткой. Знаешь, вообще, очень интересно получилось. То есть, на первом курсе, когда я поступила в институт, это заочное отделение, получается, у меня есть установочная сессия, куча свободного времени, экзаменационная, и между этим же нужно чем-то заниматься. Я, как серьезная девочка, решила пойти себя пробовать как-то работать. Да, я, на самом деле, перепробовала все, что только можно и нельзя. Вот. Но в этот момент мама видела мою вот эту ломку по сцене, и они как-то там с подружкой на кухне увидели объявление о том, что есть модельное агентство. Ну, как все мамы, девочку у нас вроде бы, давай ее туда отправим. Ну, а вдруг? Ну, а вдруг девчонка себя как-то вот найдет, а вдруг она как-то реализуется? Может, она про свои больные танцы забудет думать, да? В любом случае будет полезен. Ну, да. Хуже-то не будет. А у меня тогда самооценка была, ну, не очень. То есть я вообще себя не представляла, что я могу быть моделью, какая я модель. То есть я адекватно поняла, что я высокая, я понимала, что у меня хорошие волосы. То есть, да. Вот. Но я, как и все девочки, мне кажется, в этом возрасте не всегда любят свое лицо, видят какие-то изъяны и так далее. То есть я вообще себя не представляла модельным. Но они меня так в хорошем смысле достали, что я беру свою лучшую подругу. Говорю, пошли. Я говорю, так, для поддержки. Я прихожу, меня сразу берут. И через уже полтора месяца я вместо того, чтобы обучаться в наборе, меня сразу забирают в основной состав. Так я практически сразу возвращаюсь на сцену. Да, в другой роли. Но это же сцена, это софиты, это зритель. Вы приезжаете, тебе 13. Вы приезжаете в статью беженцев. Насколько было сложно вообще устроиться на новом месте? У нас был статус вынужденного переселенца, насколько я помню. Мама не могла года два устроиться на работу. Мы жили в однокомнатной квартире. Я с мамой и мамина тетка со своими двумя детьми. жили первое время только на пенсию моей тетки. Может, мама какие-то получала пособия, но, скорее всего, нет. Потому что я совершенно недавно узнала о том, что когда были какие-то собрания еще в Душанбе, на момент, когда они приходили, по-моему, в посольство Российской Федерации и узнавали, есть ли возможность вообще переехать, им говорили, кстати, о ситуации, да, тоже. Им говорили следующее, ребят, вы, конечно, можете ехать, и у вас приезжайте в Россию, да, без проблем, но вы должны понимать, что у нас ситуация сейчас у самих тоже «А я и какая тяжелая», и вы должны понимать, что вам мало что-то поможет. Вас здесь уже никто не ждет. Да. Но это было все, конечно, по-человечески сказано, но, тем не менее, то есть мы ехали без иллюзий. Вот. Но все оказалось гораздо сложнее, и поэтому мы жили первое время, там, пенсия тетки, зарплата маминого брата, вот, и нам очень сильно помогала мамина подруга, которая в момент, когда случились вот эти события, из Душанбе, будучи немкой, получила возможность переехать в Германию. И они нам слали из Германии сюда, в Пензу, посылки с какими-то вкусняшками, с вещами, и там как-то в конвертиках тоже клали дойчмарки. Вот. И вот как-то вот так вот потихоньку выживали. Плюс мама доставала потихонечку из контейнера все, ну, из коробок, то, что было привезено контейнером из Душанбе. Это хлопок, так называемый, наш, там, постельное белье, хорошие полотенца. Ходила, тогда около универсама, 173-го, был этот вот рынок по субботам, по воскресеньям. Что-то продавала, то есть как-то вот так вот перебивались. А потом потихоньку, полегонько она устроилась на работу, мы уже съехали, мама сначала съемала одну квартиру, потом приехали другую квартиру, снимали, потом она как-то добилась, мы получили общую кухню и очень долгое время прожили на общей кухне, тоже в ужасных условиях, потому что комнатка маленькая, соседка у нас была слепой, это тоже определенные сложности доставляет. Это двухкомнатная квартира, просто на двух хозяев. И уже только в нулевых мы решились, и мама взяла ипотеку, мы вот купили свою первую квартиру. У нас бабушка переехала, моя Буся переехала в Пензу, в Россию только в 90-х. То есть бабушка оставалась все это время там? Не могли продать квартиру, надеялись, что все-таки как-то ситуация станет лучше и хотя бы появится возможность продать квартиру за более-менее адекватные деньги. Потому что в момент самих событий в столице люди, конечно, очень многие либо продавали за бесценок, либо просто бросали и уезжали. А так как так случилось, что у нас из ближайших, конкретно в моей внутри семье не было мужчин, то есть бабушка и мама, все. Понятно, что надеялись на эти деньги хоть на как некие стартапы. В итоге мама сказала уже в 98-м году продавай и выезжай. Ну, продали, конечно, смешные деньги. На тот момент здесь, в России, можно было купить кожаный плащ. Благодаря агентству на самом деле произошло слишком много значимых событий, которые потом привели меня к моей деятельности сегодня. Я начинаю работать и пробовать себя фитнес-инструктором. Тут же у меня приходит параллельное предложение уже работать внутри этого агентства с детьми. Я этим очень сильно зажглась, я с ними работала с этими малюсиками, у меня совсем кнопки были. И я через хореографию начала им еще какие-то танцевальные поделать. И внутри агентства, то есть я работаю фитнес-инструктором, параллельно работаю в агентстве, и внутри агентства однажды совершенно случайно, как это бывает в тусовке, когда кто-то куда-то не ушел после репетиции, остались поболтать, чаю попить. Остались вот наши друзья, и слово за слово, музыку какую-то включили, и вот как-то шуткой, как-то легко, не думая ни о чем, придумали там буквально пару-тройку восьмерок небольшого такого куска танцевального. Кто-то увидел из моделей, ой, дайте, покажите нам тоже. И вот так, именно вот таким чудесным каким-то вот образом, совершенно случайно собрался первый состав, и мы танцевали для себя, и начали ставить первый танец, потом второй, и однажды решили показать нашему директору, она говорит, ребята, очень даже неплохо, думайте о костюмах, отрабатывайте, если все будет классно, то мы вас выпустим. И получается, что стартанули мы на шоу, наш дебют, именно сразу на шоу в драмтеатре. Хорошая площадка для начала. Да, хороший у нас такой стартап получился, и когда вот мы думали, как нам себя назвать, но мы же при Международном модельном агентстве S-Models, а значит S-Dance. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 16 лет ты в Пензе. Сколько нужно прожить в городе, чтобы он стал родным? И вообще, стал ли он родным за это время? У меня было несколько вариантов покинуть этот город, причем неоднократно. Первый раз меня мама пыталась отправить в 98-м, когда я закончила школу, как раз таки в Германию. Вот это ее подруга. Там, на самом деле, с моей головой, с моими данными, в общем-то, там можно было бы рисовать хотя бы какое-то пример на мое будущее. Когда я заканчивала школу в 98-м, в России все было очень плохо, тем более это один из кризисов, который, да, был в нашей стране. И мама меня прям вовсю пихала. На тот момент у нее, у моей мамы, было очень жесткое отношение к России, буквально тоже вот на днях мы на эту тему с ней разговаривали. Я говорю, ты же не любила Россию. Она говорит, я ее не любила, я просто в моменте не видела будущего, конкретно для тебя, ну и для себя тоже. Я думала, что я никогда не заработаю на квартиру, что это никогда не закончится. Ну вот эти вот после времена, после развала, да, что вот этот кризис за кризисом, какие-то проблемы. Я, говорит, так устала, что хотела тебя действительно отправить в Германию. А я тогда вот в свои, сколько там, 16-17, я ей сказала, нет, я останусь в России, это моя родина, я патриотка, это будет великая страна. Она считала меня полной идиоткой, уж буду говорить честно. У нас был не один такой мини-скандал на эту тему. По итогу времена прошли, она потом говорила, господи, это откуда ты знала? И этот был момент. Потом был момент в 2004-м, когда я должна была переехать в Москву. Я в последний момент развернула и сказала, что нет, я не перееду. Меня уже ждал на тот момент мой молодой человек, будущий муж, уже там, он хорошо был устроен, он работал в очень крутой организации, у него был хороший статус. Вот. А я ему после этого сказала, говорю, прости меня, пожалуйста, но, по-моему, сейчас у меня есть возможность реализовать свою мечту. Это как раз когда случился этот переход и открытие изданцев. Я говорю, я не приеду. Он мне, конечно, в трубку орал, какая школа танцев, ты что, сошла с ума, ты там чего насмотрелась, ну-ка собирай быстро чемоданы и завтра выезжаешь. А я сказала, нет, я встала в позу, сказала, не поеду. Я тебя отпускаю, я понимаю, что это. В итоге, конечно, мы очень долгое время живем на расстоянии. Остались мы все-таки вместе, это я забегаю вперед. Москва была. Потом были мысли, и не у меня мысли, а были еще пару стран, я не буду их озвучивать по ряду причин, предложений. Но, видимо, мне одного переезда, во-первых, хватило. Во-вторых, тут слишком я пустила корни, и пенза для меня действительно, пусть и приобретенная, но родина. Во-первых, я здесь состоялась. Я здесь состоялась. А я здесь из девочки выросла в женщину, да. Я стала здесь женой, я стала здесь мамой. У меня здесь ребенок родился, да. У меня здесь состоялось дело моей мечты. И не самые легкие времена эти, хочу сказать. У меня очень много друзей еще с тех времен, с времен школы. Их немного, но мы дружим до сих пор. И да, это моя родина, и я безумно люблю пензу. Получается, что в 2004 появляется первый коллектив S-Dance, и в 2007 ты открываешь свою школу танцев. На тот момент это была школа танца, да, а сейчас это танцевально-спортивный клуб. То есть юридическая форма немножко поменялась. Про школу, про 2007-й. Откуда деньги, ты мне скажешь? У тебя, может быть, был богатый какой-то кавалер. Как все получилось? Это один из мифов, о которых я слышала неоднократно, что у меня муж миллионер. Нет. Запускать в космос дальше подобные мысли, может быть, мы действительно когда-нибудь станем миллионерами. Я буду только рада. Нет, у меня муж тоже приезжий человек. Тоже все делал сам, и достаточно сложный был путь. И когда я пришла домой после своего решения открыть школу танца и озвучила эту идею своей маме, ну, соответственно, мы начали рассуждать, что нам нужно для этого. Кстати, благодаря ей именно мы нашли первое помещение. Центр города, 49-й школы. Мы пришли, посмотрели, и я понимаю, что из того, что мне показали, мне нравится только вот тот подвал, который у них был просто в заброшенном состоянии. Ну, чтобы ты понимала, там не было стяжки даже на полу, там была просто земля. И мама принимает такое решение, да, она берет кредит. Я вообще не знаю, как она это сделала. По тем временам в общей сложности 2007-й это полмиллиона. Это огромная сумма была. На то, чтобы хотя бы привести это в какой-то божеский вид. Основную грязную работу мы делали с танцорами, с моими сами. Я лично умею класть с тех пор плитку на полную. Я умею все. Я умею чистить стены, могу их красить, умею штукатурить. Я умею все. Потому что мы экономили максимально на тех позициях, которые мы можем сделать самостоятельно, без привлечения мастеров. И в сентябре месяце, да, мы запустились. Но, к сожалению, мы там долго не смогли просуществовать, потому что, по-моему, в 2011 году эта школа попала под реконструкцию. И вот тут мы очень долго гуляли, конечно. Гуляли, гуляли, гуляли. Было много у нас точек. И слава тебе, Господи, меня кто-то наверху услышал. И ему уже будет 4 года, как здесь. Это твое помещение или это аренда? Это аренда. Здесь 4 этажа. Да. Но это дорого? Вот ты платишь аренду, в принципе, если так посмотреть, в среднем по цене. Высокая? Если мы будем говорить сейчас про центр города, про первую линию, про московскую, нет. В принципе, ты ответила на этот вопрос. Как ты уже сказала, была замужем. Сейчас вы официально разведены. Разведены, да. Но судя по твоим социальным сетям, он активно участвует и в воспитании сына, и у вас прекрасные отношения. Просто можно позавидовать. Он член моей семьи, это не обсуждается. Есть вопросы, которые не обсуждаются. Да, безусловно, любой развод, это сложный этап для любой пары. Потому что нужно понимать, что когда ты прошел достаточно серьезный отрезок жизни вместе, и были какие-то планы, ну, легко не будет. Это все равно болячка. Да, и, да, были моменты, как у всех пар. То есть вы не сразу так прям сели, договорились об общем-то? То есть были какие-то сложности? Конечно, конечно. И эмоции были и у него, и у меня. Но мне кажется, вот в разводе в этом плане очень многое зависит все-таки от женщины. Я в этом уверена. И я считаю, что это, в первую очередь, моя заслуга. Как бы это сейчас ни звучало, потому что именно я тормозила себя в моменте, когда хотелось сказать «да, не могу больше», да. Потому что я себе очень четко в момент, когда… Как бы вот эти вот качели у нас с ним длились, наверное, года два. Когда мы могли вообще не разговаривать. Потом мы встречались, пытались поговорить. Опять это вот все сходило либо на нет, либо опять какие-нибудь обиды, какие-нибудь претензии. Ну, потому что в семейной жизни ровной не бывает. И в момент, когда ты разводишься, тут вылазит обычно все. И вот я себя все время говорила так «фух, у тебя сын, у тебя сын». И в итоге, да, спустя время мы все-таки проплакались, проговорили. Я попросила прощения, он попросил прощения. Ну, то есть, когда состоялся какой-то такой итоговый разговор, я просто ему сказала «Толя, ну, как бы ты понимаешь, что там внуков воспитывают вместе?» И нужно сделать так, чтобы ты в любом случае мужчина в моей жизни навсегда. Разница лишь только в том, что мы с тобой не будем жить вместе. Потому что у нас есть очень важная биологическая цепочка. Это наш сын, потому что это наша клеточка. Его дети будут нашими. И вопрос в том, как мы сейчас с тобой, да? Либо мы все-таки отпустим обиды, примем ситуацию, как бы больно бы не было. И опять-таки никто не знает, что будет завтра. Я в любом случае тебе принесу воду, если, ну, когда мы все окажемся, да, уже одной ногой, так сказать, вот. И я хочу, чтобы ты это сделал по отношению ко мне. Но я не знаю, для меня очень странно, когда пары не могут договориться. Очень странно. Это тяжело. И поэтому, Толя, это, я сразу сказала, что бы ни было, как бы ни сложилась там моя личная жизнь в дальнейшем, ты всегда будешь вхож ко мне домой. И ты, и я сделаю все возможное, что если вдруг появится тот самый мужчина, который, с которым я захочу вдруг пойти дальше, я сделаю все возможное, что бы вы были хорошими, ну, минимум приятелями, при приятелями, и как минимум, как бы, и я знаю такие примеры. Я считаю, это как раз-таки к женщине относится, потому что только женщина здесь может включить мудрость и где-то промолчать, где-то схитрить, где-то приобнять, где-то, там, немножечко поднажать, понимаешь? Это от женщины. Потому что женщина должна быть заинтересована в том, чтобы у ребенка была полноценная семья. Потому что все равно духовное состояние семьи, эмоциональное, держит женщину, как ни крути. Хип-хоп как появился в твоей жизни? Почему ты выбрала, если ты профессионал, в бальных танцах, и ты решаешь заниматься хип-хопом? Ну, начнем с того, что это единственное танцевальное направление, которое после бальных танцев мне действительно цепануло. Мне нравится, когда сложно. Мне нравится, когда ты следишь и не знаешь, что сделает танцор в следующий момент. Я ненавижу повторов, а этим, как бы, ну, многие направления, к сожалению, грешат. Вот, музыка, безусловно, играет очень огромную роль. И увидела я хип-хоп, опять-таки, благодаря ДС, Дворцу спорта Олимпийский. У нас пришло положение, что мы должны поучаствовать в неком фестивале по фитнес-аэробике, который будет проходить в фойке. И там вот есть направление профессиональное, есть любительское. Я сейчас так вот грубо объясняю. И мы с девочками, мы с тренерами, с инструкторами, так будет правильнее. Решили, вернее, как решили, нам сказали сверху, ребят, надо. Ну, надо так надо. Мы увидели там номинацию степ. Степ, а так как любой фитнес-инструктор групповых программ обязательно в порядке знает степ, классическую аэробику, силовые и кучу других направлений, мы быстренько собрали связку, некий такой номер, и такие деловые. Пришли с полной уверенностью, что сейчас мы всех тут победим. Да. И там я как раз-таки первой жизни увидела номинацию хип-хоп. И я прям смотрю, во, мне это тоже всегда нравилось. А что это такое? И я подхожу к руководству, к организаторам, и спрашиваю, что это такое? Они говорят, это вообще вид спорта. Сейчас мне рассказывают, что там вот три номинации, классическая аэробика, степа аэробика, и есть номинации хип-хоп. Мы, конечно, в основном вот в этих номинациях, это мы в качестве показательных показаний продемонстрировали, чтобы люди понимали, потому что мы на начальной стадии развития, и как бы федерация существует совершенно недавно. И я спросила, а как вообще можно вот-вот более подробненько с этим совсем ознакомиться? Мне дают вот такую пачку. Говорят, вот правило. Изучайте. И с нас уже существует вот это вот, которое непонятно, а-ля Тодос там. Мы танцуем все, что мы знаем. Вот. И я беру эти правила, и она мне между делом говорит, кстати, в этом году чемпионат Европы, чемпионат мира будет проходить в Москве. Если интересно, съездите, посмотрите. Я могу так тебе сказать. Я жила по тем временам, ну, на зарплату фитнес-инструктора и педагога модельного агентства. Это были, ну, невеликие деньги. И тогда было, ну, для того, чтобы куда-то поехать, это нужно было прям планировать. Тем не менее, я нахожу эти деньги. Я еще предлагаю своим танцорам, не хотите? Они говорят, ну, поехали, посмотрим. Эс-данцор. Мы собираемся на этот человек 4-5, едем на чемпионат Европы. И дожидаемся номинации хип-хоп, и выходит африканская команда. Ну, команда из Африки. И я вот села, и понимаю, что все. Это была любовь с первого взгляда. И головой я понимаю, что это мега сложно. Потому что, ну, по сути, это абсолютно разные вещи. То есть, это же надо разобраться в технике. Это нужно понять, что они вообще танцуют. Что вот сейчас, почему смена музыки сейчас была. И почему у них движения поменялись. Ну, то есть, какие-то такие вещи. Но я поворачиваю к танцорам, говорю, так, ребята, мы теперь будем заниматься хип-хопом. Они на меня смотрят минуту, серьезно? Ты хочешь сказать, что мы вот это будем танцевать? Я говорю, да, вы будете это танцевать. И тут же через 3 минуты поворачиваю, говорю, и на чемпионат Европы мы поедем, и мы его еще обязательно выиграем. Субтитры сделал DimaTorzok Мил, ты когда денег начала зарабатывать с нее, с этой школы? Ну, понятно, что туда вложилось, кредит взяли, мама сидит, ждет, когда кредит закроется. Ну, я так скажу. Первые лет 10-11 это были прям качели. Десять лет? Ну, так у тебя бизнес-проект, конечно. Я больше скажу, я первые то ли 10, то ли 11 лет я вообще была без помощников. Без помощников. Это сейчас у меня огромный штаб. То есть, да, у меня были там молодые тренеры, которых я брала, и начинала потихонечку их учить, но у меня не было вице-президента правой руки. У меня не было управленца, человека, на которого я могу что-то, какую-то часть обязанности переложить. То есть, у нас не было СММщиков. Не было никого. Я тебе так скажу, что я в первом клубе своем, сама лично первый год мыла со своим мужем полы. Мы экономили на этом даже. То есть, я мыла полы перед тренировками, потом я заходил, заходили в зал дети, наборы. Я с первыми командами, со своими, тренировался абсолютно бесплатно. Почти, наверное, лет 6 или 7. С наборов, когда я открыла школу, я, конечно, в которой нулевые танцоры приходят, новички. Мы с них брали плату, но она была достаточно такой демократичной. А с команд я начала брать деньги, буквально, может быть, лет 5-6 только. До этого все мои команды тренировались бесплатно, потому что, я тебе честно скажу, у меня в этом плане кто-то с этим подходом не согласится, кто-то и не соглашался. Меня очень многие ругали. У меня настроение было следующее. Я не могла брать деньги с ребят, которые пришли к тренеру, который открыл школу и тренирует команду, да, уже была результативность. Но я все равно считала себя достаточно новичком в этом направлении и не считала себя суперпрофессионалом. И мое мнение следующее, что спасибо, что вообще мне доверились, что мне даете возможность делать вот эти первые шаги в такой культуре, в таком направлении, в которой еще в России большинство не разобрались, да, и у нас даже информации нет. Спасибо, что вообще доверяете и ездить со мной еще на соревнованиях, еще отстаиваться в честь этого региона. Я не понимаю, как это можно было сделать иначе. Я говорю, нет, когда-нибудь я начну. И мы уже Европу выиграли, мы уже и Россию не только выиграли, но все равно я считала себя новичком, как тренер молодой и еще пока неопытный. И я считаю, это был правильный подход. То есть к деньгам, к таким вот в глобальном смысле, я даже сама и не пришла бы. Это когда у меня уже начали появляться в окружении люди, которые говорили, Мил, ну так нельзя, ну так нельзя, ты работаешь, ты уже имеешь результат. И уже начали настаивать как-то на этом. У меня однажды появился партнер, за что ему тоже очень большое спасибо, который мне сказал, не можешь, закрой глаза, отвернись, уйди, буду говорить я. И первое время происходило именно так. Меня скукоживало, когда людям озвучивали цены, что это будет стоить денег, правда. Ну то есть в моей голове было, ну что не, не, еще нельзя, еще рано, ну как же так, ну дети же выступают за город, но нам не помогают, еще мы с них денег будем брать, и когда ты на что жить будешь, ну ты же здесь живешь, в этом зале. Поэтому зарабатывать, как ты говоришь, ну наверное мы начали лет шесть, как плюс-минус. То есть при условии, что... И зарабатывать в смысле того, что мы ушли в стабильность, ушли вот эти качели. Конечно я не дошла до тех сумм, о которых мы мечтаем, и это не в плане того, чтобы я там пошла себе купила дом в Испании, нет. Это в плане той самой подушки, которая была бы для клуба приемлема. Очень сильно просто повлияло на это еще и ковид. Потому что когда мы оказались вот в этой ситуации, а эта сфера услуг на ней прямо сразу отразилась, и тем более, когда ты работаешь с детьми, и они чаще всего не решают, там решают родители. Соответственно, для того, чтобы меня банкротить, я даже была вынуждена пойти на риск, я поднимала цены, и спасибо всем моим родителям, потому что они в этом вопросе очень понимающие отнеслись, потому что я прямым текстом сказала, что я либо поднимаю цены, и мы выживаем, потому что отток был детей серьезный, либо я ставлю себя как есть, но через пару-трех месяцев мы сто процентов банкрот. Все молодцы. У нас оттока, кстати, при подъеме цен не случилось практически никакого. Там отвалилось, может быть, два-три человека максимум. И то мы с понимаем, я понимала, на что я иду. А так, вот эта ситуация меня научила о том, что нужно думать на будущее, нужно держать всегда некую, иметь некую экономическую, финансовую подушку, чтобы в случае каких-то подобных проблем я не волновалась за клуб, и не волновалась, самое главное, за живых людей, которые внутри этого клуба работают. Это я сейчас про тренера. Ну, сегодня, по сегодняшним меркам, в том плане, сейчас уже как-то после ковид, немножечко встали в баланс, как бы ты ощущаешь неплохо в финансовом плане. Самая интересная вещь, которая мне очень сильно мешает в работе, я это прекрасно сознаю, и я, честно, сейчас над этим прямо работаю, я, по сути, по своей, абсолютно нематериальный человек. я никогда не ставила целью, то есть, когда у меня была идея открытия школы, впоследствии клуба, идея была сразу, я сразу видела цвета, я видела сразу, как это должно выглядеть, какая должна быть концепция, какая должна быть атмосфера внутри, я понимала это четко. Но если ты мне спрощу, вот оставила ли я, вот когда вот запускаю, да, в космос, сдала ли я себе цель, некое количество нулей по итогу? Нет. Мне хватает, потому что у меня никогда не было целей каких-то дорогих побрякушек, знаешь. У меня самое вообще классное, что может быть, это крутые кроссовки. Ну вот, понимаешь, у каждого больные темы. То есть, у меня нет машины, но она мне реально не нужна. У меня кайп в другом. Я люблю путешествовать, я люблю запах поездов, самолетов, я люблю вот эти эмоции, когда ты гуляешь по новому тебе городу, когда ты знакомишься с иностранцами, когда ты пытаешься там на ломаном каком-то их языке что-то объяснить. Мне нравятся ощущения. То есть, поэтому я не материальный человек. Единственное, о чем я сейчас мечтаю, я хочу свою собственную квартиру, представляю, какая она должна быть, где я буду иметь свою гардеробную, свой какой-то столик. Вот тут, да, тут я уже, видимо, в силу возраста дошла до какой-то мечты, вот конкретно для себя любимой. Я не люблю золото, я не люблю вот эти побрякушки, к брендам я абсолютно спокойна. Поэтому я не миллионер, но надеюсь, что ею стану. В 2008-м у тебя появился сын. Насколько тебе было такой спортивной, активной женщине страшно пойти на этот шаг? Все-таки беременность, роды, вот это кормление первые недели, ты как курица-наседка. Как это было? Мне некогда было об этом думать. У меня вообще в этом плане очень, как-то, знаешь, всегда позитивно работает башка. Я вообще об этом не думала. То есть для меня рождение ребенка это необсуждаемая тема. Если так случилось, что мне постучали, сказали привет, я скоро буду, но, во-первых, я против абортов. И поймите сейчас правильно, я не осуждаю, кто это делает. Я говорю конкретно про себя, потому что я с этим жить не смогу. Зная вот свою душу, свое восприятие и мое отношение к детям, я не могу. И поэтому для меня и для Толика никогда не стоял вопрос. Когда он постучался, это было воспринято, наоборот, на ура. Причем накануне мне приснился сон, Толику приснился сон, как бы мы знали уже, как-то чувствовали. Вот. И я, в принципе, так же не рассматривала, что я резко уйду и сяду в какой-то декрет с сыном. Почему? И я тебе больше скажу, у меня даже Толя говорил, я сейчас не представляю, что сядешь дома. Да ты же умрешь дома. Ну, в конце концов, знал, знал, кого берет. То есть для него же это было не сюрпризом, кто я и какой у меня темперамент, и какие, ну, какая сама по себе, да? Вот. Поэтому он совершенно спокойно реагировал, то, что я беременна, и всю беременность смоталась по всем соревнованиям, я не пропустила ничего. Я работала до последнего дня. накануне 21 октября я провела тренировку, сходила, купила платье на выписку и сказала Тимуру, я знала, что у меня уже мальчик, я сказала Тимуру, вот теперь платье я купила, можно. Тимур меня послушался, 12 ночи, как бы, я почула, что что-то начинается. 22 октября, 23.15, я родила своего сына, пролежала три дня в декрете в роддоме, в воскресенье меня выписали, поединок я уже была на тренировке. Вот. Сумасшедшая мама? Нет, я не сумасшедшая, я четко осознавала всегда свою ответственность перед детьми, я понимала, как каждый ребенок ждет тот или иной старт, а так случилось, что поединок меня выписали с роддома, а в субботу у нас уже был Кубок России, и были команды, были дети для кого-то это был первый старт в твоей жизни, понимаешь, я не могла их разочаровать, я не могла их предать, а когда ты уже сама мама, хоть там беспределила несколько дней всего, да, ты же понимаешь, насколько для детей это важно, безусловно. Важно, да. И, слава богу, Тимур мне отдавал эту возможность. Собственно, в понедельник, во вторник, пока я вела тренировки, мама, конечно, поднималась, там сидела на другом этаже, как любая бабушка, тряслась, чтобы не было лишних звуков. Но к субботе Кубка России он уже был на трибунах и спокойно, совершенно спал. Через месяц он со мной приехал на чемпионат мира. В декабре мы были на чемпионате мира. на чемпионате мира. На чемпионате мира. На чемпионате мира. ты говоришь, где? А вот какая-то повариха забрала. Ты подходишь к бардной стойке, там, ребят, ребенок. Они такие, сейчас. И выходит шикарная, чисто русская, такая женщина, с большой грудью, кругленькая. Он у нее на груди лежит. Я говорю, вы что? Да он что-то пищает мне. А что они глупенькие какие? Я его взяла. Его сюсьюскали все. Носили с ним все. Это ребенок, у которого на самом деле было уйма внимания и очень много любви. В моем понимании ребенок это не комнатное растение, которое я теперь должна бегать до школы. Вот так вот вокруг него там не шумите. К чему приучите более мальчика? Так оно и будет. Благо вот как-то так совпало. То ли потому, что я его в такие условия поставила. У меня не было с ним никаких проблем. Никаких. Сегодня он уже танцует? Он танцевал. Танцевал несколько лет и даже входил в сборную Петербургской области по брейкингу. Но вот год назад он решил закончить вот так вот в одночасти. Приехал чемпионат России, сказал все, больше не пойду. Сейчас он у меня молодой боксер. Ты влюблена сегодня? Ты сейчас, а лично? А лично? К сожалению, нет. Мне очень часто задают в последние годы этот вопрос, тем более знаю о том, что я официально в развозе. Скажу себе, наверное, честно абсолютно. Во-первых, либо все, либо ничего. То есть это к разговору я не хочу с семьей, я не хочу отношения для галочки, для общества. это должно быть действительно вот так, чтобы бабочки в животе, чтобы друг был хороший, чтобы мышление было одинаковое. А просто так нет. И самый, наверное, интересный момент, что на самом деле мне очень хорошо сейчас и комфортно одной. Я научилась наконец-таки, может быть, это уже вопрос какой-то, и момент самодостаточности уже такой, взрослости даже отчасти. Мне очень хорошо быть наедине с собой. И если еще лет 10-15 назад я бы сказала, какой кошмар быть одной, то сейчас я понимаю, что одиночество это прекрасно. То есть в этом есть определенный такой свой кайф, да? Вот. Поэтому, если вдруг вот как-то случится, что завтра или может быть через 5 минут закончим с тобой это интервью, вдруг встречу мужчину, из-за которого у меня по-детски девчачьи так загорятся глаза и я начну смотреть на этот мир по-другому, то да, конечно, да, и даже думать не стоит. Но просто потому, что это ждет от меня общество или потому, что общество такие стереотипы, что как же так, женщине должно быть одной? Нет. Либо все, либо ничего. Но если чисто теоретически представить сценарий, то, что ты остаешься одна, допустим, мужчина не находится, он тебя пугает, он тебя настораживает? Я не одна. У меня в любом случае есть сын, у меня огромное количество друзей, и у меня есть мужчина, у меня есть Толя, с которым мы в любом случае, уж если вдруг так случится, что ни у него, ни у меня не сложится, мы... он скажет, а кто у тебя до меня был? Он говорит, вот, посмотрите, и все. Я такая, ну, до свидания, Анатолий. Наша встреча была ошибкой. Мы в любом случае будем не одни. Встречать старость, скажем так. Про старость? Да. Страшно? Нет, я буду оригинал ба. Я же давно решила. Оригинал ба, это так по-хип-хоповски. Я буду сидеть в адидасовском костюме. Если времена изменятся, и у нас будет возможность его купить, у меня обязательно будут, наверное, какие-то кудрельки, ну, как это обычно у бабушек бывает, и какая-нибудь повязанная такая бандана. Не, ну, это шутка, но я к разговору о том, что я стареть не собираюсь. Я уверена, что люди стареют в первую очередь вот в своей голове. Я хочу быть крутой, оригинальной, активной бабулькой, которая будет бегать со своими внуками по максимуму до последнего. Моя бабушка такая была. А чем занимается вот баба Мила? Чем она занимается? У нее есть тоже какое-то увлечение, хобби, что? Ну, если все-таки это не танцы? Я думаю, что она для своего удовольствия продолжает вести какие-то лекции, тренинги где-нибудь в институте, работая, преподаватель. Потому что преподаватель уже можно работать до 80, господи. И параллельно получает огромное удовольствие от испытаний внуков. Крутая бабка. Да. Я так понимаю, ее не найдешь на лавочке. И путешествует. Обязательно путешествует. Много путешествует. И я должна закрыть все все пункты там, где я не успею побывать во время своей работы и активной такой деятельности. Соответственно, я должна все это закрыть, когда я буду уже бабулькой. Хотя я тебе очень плохо. В смысле, я бабулька? Нет. Нет. Большим спросом не обходится без скандалов и интриг. Что за история криминальная случилась в Зеленограде? Ну, она на самом деле случилась не в Зеленограде. Истоки проблемы начались в Зеленограде. Это как раз такие моменты, когда мы выиграли первый свой кубок России. Я не могу и не хочу как бы сейчас сдаваться в подробности. Все, что я сейчас буду рассказывать, это не просто мое мнение, это мнение прокуратуры и людей, которые это делали вели. В общем, после победы нашей на Кубке России был ряд людей, которые с этим были не согласны. У нас был ряд обстоятельств и несколько конфликтов на эту тему. А так как я была молодым начинающим тренером, из-за этого потом было очень много всевозможных разбирательств здесь, в Пенской области, на уровне правительства и на уровне министерства. И когда я доказала свою невиновность, причем юридически, последовало несколько наказаний ко второй стороне конфликта. и спустя время на меня было совершено покушение, на меня напало трое мужчин со спины. Это были явно профессионалы, потому что не целились мужичок. Удар пришел сюда. Я вам скажу честно, я не помню, я помню только момент нападения, дальше я не помню собственно ничего, помню только как я пришла в сознание и как я оказалась дома. И до сих пор дело не закрыто, оно приостановлено, потому что у меня была амнезия, я несколько дней не могла вспомнить, как меня зовут, и не могла вспомнить даже, сколько мне лет. В связи с этим я не могу до сих пор вспомнить некоторые обстоятельства дела, но так как не дело того вечера и именно какие-то нюансы, хотя я помню очень хорошо человека, который меня вел, я уверена, кто меня вел. В связи с этим слушайте, я просто могли убить, я просто, ну это же ну вообще легко, потому что это был январь месяц, это был морозный вечер, более того, в районе половины одиннадцатого вечера я была там одна, то есть если бы я не пришла бы в сознание после того, когда меня при свержении бурубили, я могла просто от холода умереть. В общем, у меня было очень много проблем после этого, не только амнезии у меня собирали нос, у меня было много ссадин, одна из сторон лица, у меня до сих пор в полной мере не работала, потому что у меня было защемление нерва лицевого, но собственно в итоге все, слава богу, закончилось хорошо, память вернулась, но до сих пор есть моменты, которые этого вечера я вспомнить не могу до конца, вот. Все. Если кратко. Были мысли по поводу того, что может быть не стоит, может стоит завязать, а ну как бы... Нет, это не про мой характер, это не про меня, у моей мамы, моей бабули может быть были такие мысли, но не у меня, нет. В конечном итоге не нашли этого человека? Нет, не человека, людей. Ну, понятно, трех прекрасных мужчин, которые, наверное, себя чувствуют настоящими, защитниками, так сказать. Слушай, твою историю, по крайней мере, про взаимоотношения с экс-супругом, я понимаю, что ты за равноправие между мужчиной и женщиной, то есть в паре вы где-то в равных позициях. Я очень часто об этом пишу или как-то стараюсь позиционировать. Я не столько дозоран на праве, сколько я считаю, что женщина должна жить так, чтобы в любой момент могла прокормить своего ребенка. Потому что мой опыт жизненный показал, что так должно быть. Нельзя женщине не работать, нельзя женщиной быть нереализованной. Даже если у тебя прекрасный муж, который хорошо работает, у мужа тоже могут случиться проблемы. К сожалению, бывают случаи трагичные, когда муж молодым вдруг резко покидает эту жизнь. И женщина, которая всю жизнь была под мужем, все было прекрасно, она вдруг остается с детьми и таких моих, у меня примеров достаточно. И она не знает, что делать, она не приспособлена. Дело в том, что когда мы рожаем детей, это тебе говорит восточная женщина, как бы это странно бы ни звучало, я работаю для своей уверенности, я работаю для того, чтобы не быть зависимой. Я не хочу быть зависимой, я хочу иметь право выбирать. А когда ты не работаешь, ты все равно в зависимом положении. Все просто. и ты не сможешь вовремя даже свою точку зрения сказать, потому что ты побоишься, а вдруг. Потому что это же будет все равно в голове твоей сидеть, правда же? Вот. Поэтому тут речь не о равноправии, тут речь все-таки больше о мудрости жизни, что ли. Нельзя иначе. Нельзя возлагать всю ответственность за материальную сторону вопроса только на мужчин. Это несправедливо тоже. Они тоже люди, в конце концов. Тебя приглашают в кафе, в ресторан, да? Но ты не из тех, кто будет счет платить. Я сам достаточная женщина, не платим. Я сам. Никак я не такая. Мне нравится быть девочкой. А были такие случаи вообще в твоей жизни? Серьезно? Когда предлагали пополам поделить счет? Да, и такое было. Тебя это не ранило? Я стараюсь людей воспрямить таким, какие они есть. А безусловно, для меня это есть некая такая галочка сразу в голове и пунктик. Ага, все понятно. Честно, скупой и жадный мужчина это больше для меня вот с таким знаком, да, минус, нежели плюс. Но ситуации тоже бывают разные. Слушай, ситуации бывают разные. Зачем вести девушку в ресторан тогда, если ситуация такая, что ты не можешь себе этого позволить? Да ладно, это моя позиция. Ну, слава богу, это прям были единичные какие-то случаи. в общей массе мне в принципе везет на мужиков. У меня, кстати, очень много друзей и мужчин. Как-то с детства так сложилось. У меня всегда было много, я пацанкой какой-то такой была. У меня даже был период такой в жизни лет с 14, наверное, до 16. Был пацанов 10, наверное, я одна. И они очень ко мне хорошо так уважительно относились, и я их безумно каждого любила. Вот. Я вообще люблю мужчин. Наверное, это возможно от того, что у меня не было папы. То есть для меня это какая-то компенсация. Не так давно на слуху была история с Камилой Валиевой. Это такая наша фигуристка там был. Я ее фанатка. Да? Я ее уважена. Замечательно. Я плакала. Не просто так я вспомнила о ней. Но я даже хочу сказать не о том скандале, который там случился, о том, что СМИ тоже очень хорошо прошлись и по ее тренеру. К Туберидзе каких только не было претензий, но самое основное то, что это очень жесткая женщина, она очень жесткий тренер, что она берет вот девчонок и вот, собственно, их прям вот дрессирует. Вопрос к тебе как к тренеру. Вот можно без этой жести сформировать хорошего спортсмена? Нет? Объясню. Но постараюсь кратко. Вообще человеческий организм, и это не мною придуманный факт, вообще человеческий организм на такие нагрузки не рассчитан. Не рассчитан. Если мы сейчас говорим вообще о спорте высших достижений, если мы говорим тем более о видах спорта, которые входят в состав Олимпийских Игр. Организм создан для другого. Жить, передвигаться, кушать, рожать детей и так далее. То есть всегда у организма будет отрицание издеваться над собой для того, чтобы прийти к какому-то высокому. И в эти моменты, ну, представь себе, ты истеришь, что тебе поможет и быстренько тебя приведет в норму человек, который тебя будет гладить по голове и говорит, ты же моя хорошенькая, да что ж ты тут плачешь, все будет хорошо. Да ты больше размажешься. И человек который скажет, так, Оля, возьми себя в руки, пожалуйста. Вдох, выдох, ты все можешь, встала. Вот сейчас сделаешь и убедишься, что все получится. Все. Ну, во-первых, нужно понимать, что все со всеми по-разному. То, что работает на одном человеке, не работает на другом. То, что у одного ребенка заходит, не зайдет у другого. Одного надо реально погладить в одной ситуации, а в другой ситуации дать хорошего такого воздушного пинделя, да, чтобы вот взбодрился. Люди, которые работают на результат, чаще всего сами просят, чтобы их немножечко там, у меня дети подходы говорят, что-то мы расслабились, на нас пора покричать. Прям, дай нам уже люлей, пожалуйста, хороших прям. И ты понимаешь, что команда фаз, заходишь так, так, что расслабилась-то, встала, работай, не выйдете, пока не сделаете. Вы там понимаете уже. Хорошо. И они уже потом, знаешь, это такая, если бы, это определенная форма мазохизма, любой спортсмен. Это когда ты, когда ты издеваешься над собой, у тебя сил нет, а ты свой предел проверяешь, понимаешь? И когда ты понимаешь, что ты это смог, ты говоришь, фу, блин, было тяжко, но круто, вот это тренировка, вот это я понимаю. Но до этого еще же нужно дойти, и очень многие до этого состояния не доходят. Это как раз таки происходит на начальном уровне подготовки, да, детей, а у кого-то на средничке, когда немножечко прям не хватает. Это характер. С характером не все приходят. Некоторые этот характер воспитывают через тренировки, понимаешь? Через постановку целей. И тренер, если он будет сюсюкаться, нет, мы, конечно, бываем в роли мамок, конечно, мы жалеем. Чаще всего сначала, вот лично я, накричу, заставлю сделать, а уже когда получилось, подходишь и обнимаешь, ну, Заня, ты же понимаешь, да, что от меня, да, у меня получилось, но ты за это сейф. Вот, поэтому, ну, это человеческий фактор. Все по-разному, со всеми по-разному. И тут берет за великое. Я ей абсолютно искренне восхищаюсь. И я ее, хоть я с ней лично не знакома, к сожалению, да, я ее, ну, уважаю. Это вообще не обсуждается. С нее можно взять, ну, брать пример. Я как раз у тебя читала, где-то писала, что на седьмом месте беременности я готовила команду к чемпионату Европы. Взрослая команда от меня просто ввешалась. Да. У нас была настолько жесткая дисциплина, что за пяти минутное опоздание одной девочки я заставила всю команду две недели отрабатывать старую программу. Да. Да. Никто не психанул, не сказал, что перебор. Я на самом деле... Я думаю, что это такой момент, мне порой и смешно, и забавно, местами даже стыдно, какой я была жесткой раньше. Но я так предполагаю, что это все равно переломный момент, когда ты еще не мама и когда ты уже мама. То есть тебя изменило материнство? Ты стала чуть помягче? А меня сын заставил. Слушай, тогда мною двигали амбиции. Они были, кстати, здоровые достаточно. Я реально понимала, что они могут. Но это люди, которые пришли уже в сознательном возрасте в спорт. Как ты вспомнишь, я рассказывала, да, начало, что это было сагентство. То есть это уже состоявшиеся. И это не маленькие дети, которых еще можно слепить. И там же уже были люди, у которых были свои установки. Я не буду так делать. А надо так. И пока ты не примешь какую-то жесткую принципиальную позицию и не докажешь им, что вы либо делаете, как я сказала, либо до свидания, мечта. А они все хотели на чемпионат Европы. Это был чемпионат Европы второй у большинства. И мы прекрасно понимаем, что у нас есть все шансы. А я перед собой поставила цель выиграть. Мы же выиграли в итоге. И без этой дисциплины было вообще... И я же еще шла на риски, Оль. Я была беременная. Я беременная, прыгала, ставила танцы. И я им говорила, уж, Коля, я иду на это, будь добры, пошите здесь, как лошади. Если вы хотите выиграть, нам нужно это сделать вместе, сообща. И там были очень классные ребята. Они очень талантливые были. И они все были с характерами. И причем с лидерскими задатками. И ты прикинь, когда 8 человек в команде стоят, и все чуть-чуть лидеры. И как я их еще должна была психологически, ну, в хорошем смысле ставить на место. Что не ты мне будешь тут диктовать условия, во сколько ты придешь, на тренировку. А я? Ты, кстати, пишешь, что сама прошла несколько кругов, как ты его называешь, спортивного ада. Ты считаешь, что это все-таки достойная цена за достижение? Что именно? Вот этот спортивный ад, вот это вот издевательство над собой. Да. Да. Да-да-да, конечно. То есть без ада не получится. Слушай, ну, когда ты захлебываешься слезами счастья, потому что ты выиграл, да ты все сразу забываешь в секунду. Это такой кайф стоять и понимать, что ты лучший, ну, конкретно здесь и сейчас. И что ты же смог преодолеть все свои блоки, страхи, комплексы, неуверенность. И ты сейчас... Нет, это несравнимое ощущение. Ты что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В копилке достижений твоих команд, это и победа на чемпионате Европы, были вы чемпионами мира, многократные чемпионы России. Но в реале очень сильно отразились на российских спортсменах. Вот лично для вас много площадок сегодня стало закрыты? Да. Если мы сейчас будем говорить на сегодняшний момент, но у нас нет возможности выезжать на официальные чемпионаты Европы и мира. То есть это только Россия? Правильно? Ну, то есть в свете последних событий да. Но если будет ситуация оставаться плюс-минус в таком же отношении к русским, но откроются хотя бы границы и другие государства, то я буду разворачивать, значит, свой взгляд на что-то другое. Останавливаться я на этом точно не собираюсь. Плюс ко всему у меня есть несколько планов, причем они уже в разработке на несколько мероприятий, которые мы планируем. Я пока в целях рекламы не могу об этом говорить. Они очень масштабные и они массовые. То есть какую-то альтернативу я в любом случае придумала. Слава богу, у меня с идеями никогда не было проблем. Сидеть мои дети не будут, раздеваться они будут однозначно. Я найду какие-нибудь пути до выхода. Но в ближайший год, я думаю, полгода, до конца года уж точно мы вряд ли куда-нибудь поедем. К сожалению, к моему. А дальше будем смотреть. Не знаю. Что главное в жизни для тебя лично? Когда я захожу в церковь, если я где-нибудь на экскурсии, вообще в любое место той или иной религии, неважно, я обязательно захожу, во-первых, с каким-то чувством благодарности, с уважением и с полным принятием, что здесь такие порядки, да. Я никогда не прошу чего-то. Я всегда прошу только здоровья, абсолютно искренне. Здоровья себе, здоровья своим близким, своему сыну и своему окружению. И я всегда такую фразу добавляю, что остальное мы в состоянии сделать себе. То есть для меня, наверное, самое главное в жизни это, да, чтобы я, мои близкие, мое окружение, мой сын были здоровыми. Остальное мы, правда, можем делать все сами. Все в наших руках. А сейчас Мила Ридина танцует нам танец. Вот это все? Да, ну, это кратично. Вот это школа хип-хопа, вот это вот. Ты сейчас еще раз. Инграда. Мил, возьми меня в себе в команду. Легко. Меня доксулировать, я на задних этих рядах не могу танцевать. Танцевать. Мне надо это. Ты смотри, я уже могу. А главное ведь посыл. Главное посыл, ведь правильно? Я с таким умным лицом. Подача. Правильно. А подача у меня есть. Танцеваю. Танцеваю. Танцую я плохо, а подача у меня есть. Что ты сказал, что танцуешь плохо? Очень хорошо было. Вы слышали? Нет, ну не может быть, что это все твои волосы. Я не верю. Клянусь. Наверняка нарастила где-то. Нет, честно, можешь потрогать. Подождите, вот смотрите сейчас. Подождите, я проверяю. Ну да. Друзья, ну как? Как удержаться от танца, когда у тебя такой спортивный зал, и ты одна? Боря, что это? Мы будем это использовать? На слева угол чужое добро. Грех не использовать. А Женя у нас просто таскает все. Женя молодец. И меня видно, смотрите. Я опять в танцах. Женька джедай. Мэри, совет джедай. Не боитесь, я поеду. О, давайте, тихо, давайте. Женька очень любит подышать в микрофон, особенно девушкам, особенно в платье. Обожаю. А ты сейчас будешь... Смотри, тебя трогай. А ты, а ты, а ты, а ты ж не снимай. Смотри, мы сейчас еще поедем. Не стейте, не в ротик. Включай. Боря все знает. Включай. Боря все знает. Конечно. Редактор субтитров. Б 줄 tę. Каталитару. Тор mainstreamed give rushe. Блупо на беру Rickach. Вы кастрю. Блупо.